Несмотря на государственную поддержку развития малого и среднего бизнеса, предприниматели сталкиваются с различными препятствиями со стороны местных исполнительных органов. Это влияет на своевременную реализацию проектов. К примеру, компания «Отакролас» осуществляет свою деятельность в сфере жилищного строительства с 2017 года. Изначально проект финансируется фондом Самрухазана. Однако, согласно договору, подключение к инженерной инфраструктуре должны исполнять местные исполнительные органы. Но из-за несвоевременного выполнения соглашения было расторгнуто. После чего фонд Самрухазана прекратил финансирование. Мы столкнулись с такой серьезной проблемой, как отказом в согласовании актоводы в эксплуатацию. Мы со своей стороны завершили объект в соответствии с проектом. Однако нам в течение 3-4 дней пришел письменный отказ. То есть мотивация отказа абсолютно была для нас непонятной. Ну и мы в свою очередь обратились в дальнейшем в НПП Атамикен. Процесс такой был достаточно длительный. В течение двух месяцев эта вся процедура затянулась. И вот только сегодня при активном участии НПП Атамикен и антикоррупционной службы мы завершили этот процесс. У нас был заключен договор с компанией Отал Курлос по проекту ПБИ. Теперь мы совместно с местными исполнительными органами управлением архитектурно-строительного контроля провели несколько совещаний. Это дело было рассмотрено специальной комиссией при Акиме области. По их решению совместно с правоохранительными органами мы участвовали в скорейшей реализации этого строительного проекта. Мы помогли жильцам получить ключи от квартиры в кратчайшие сроки. В проектный офис ПБИ поступило еще одно обращение. Компания Вичи не может получить земельный участок для строительства объектов по использованию возобновляемых источников энергии в селе Красный Яр. Возникли административные препятствия. В данном случае они по специальному заключенному договору обратились за поддержкой в агентство по противодействию коррупции в рамках проекта ПБИ. После чего данная проблема была решена. И они уже сейчас реализуют свои деятельности. По словам Бахачана Амирханова, в основном вопросы между властью и компаниями возникают из-за земельных отношений, архитектуры и строительства. Напомним, в случае административного давления со стороны госорганов предприниматели могут обрадиться за защитой своих прав и интересов в антикоррупционную службу области.